Добрый день, друзья! Я благодарю вас за поддержку, благодаря которой наше последнее видео вошло в тренды ютуба, даже несмотря на активность наших ольгинских кремлеботиков. Вот они, выделены приложением Дизлайк Метр красным цветом. Как обычно, это неадекватные видеокомментарии, то есть вообще про другое, набравшие кучу лайков. Ну да ладно, главное, что 250 тысяч человек узнали правду, ради этого можно потерпеть и не такое. Итак, сегодня несколько слов скажем о нашем любимце Кожемяка, который, по моему скромному мнению, преступно захватил Дальний Восток. Помянем недобрым словом Виктора Золотова, и еще хочется обсудить вот этот комментарий подписчицы Ангел в ночи. Пир во время чумы. Страшно, ребята, очень страшно. И в самом деле, Ангел, впечатления неприятны, и для этого есть все основания. Ведь нам так часто говорят, что нужно затянуть пояса, что наша общая задача пережить эти тяжелые времена. Но богатые почему-то продолжают богатеть, а у нас воруют пенсии. Ничего себе общая задача. Кабмин постоянно отказывается вводить налоги для сверхбогатых, говоря, что в таком случае они все сбегут в другие страны. Но в других-то странах, в Европе, в США, легко умеют собирать эти налоги. Почему же Силуанов тогда не оставит свой пост, раз он не может сделать то, что должен? Вот на днях в Госдуме предложили отменить оплату больничных. Кто? Единая Россия. Предложили не только полностью отменить оплату больничных листов, но и наказывать рублем тех, кто не выполняет рекомендации врачей, полученных в ходе прохождения диспансеризации. Только представьте, вот пришли вы ко врачу, который договорился с аптекой о особых условиях, прописывает вам лекарство, на которое просто нет денег, что-нибудь там тысяча за три. И ясное дело, вы его не сможете купить. И за это вы еще и штраф получите. За то, что не купили то, что доктор прописал. Это хотят сделать законом. Другое дело, служители ящика. Для них-то денег не пожалеют. Опять же говорю про вчерашнее видео, про вечеринку на Первом канале. Я напомню, федеральные каналы получают регулярно неплохие себе средства из госбюджета. Это наши деньги, наши. Вот новость годичной давности. На этот, 2018 уходящий год, было выделено первому каналу, прямо так и написано, на наполнение телеэфира, то есть создание телепередач, в том числе и этих, 3 миллиарда рублей. А знаете, как они нас дурят? Очень просто. Они говорят якобы, что надо всем сплотиться ради страны и бла-бла-бла. А вот законы, когда дело доходит до дела, законы принимают только для широких слоев населения. Пенсию всех отнять, налоги новые ввести. А почему бы не внести строгие нормативы для чиновников и госкомпаний? Строгие. Что можно, а что нельзя. Что считать роскошью. Что считать избыточным поведением. Вот месяц назад даже меньше. Президент выступил, сказал, нельзя так себя вести. Но чего стоят эти слова, если нет конкретно оформленных никаких нормативов? Не нравится? Чиновники такие и работники госкомпаний, они должны искать другую работу. В том числе и журналисты, если они получают такие дотации из госбюджета. Вот как должно быть. А они уже потом, постфактум, если вдруг случайно это кто-то узнал и обнародовал, тогда уже они оправдываются. Ах, как нехорошо они поступают. Как жаль, что мы верили этому человеку. А жаль им на самом деле, что мы об этом узнали. А пирушки такие и щедрые закупки самим себе любимым делают не стыдясь. Машины покупают регулярно, очень даже не дешевые. Ладно, идем дальше. Интересные данные пришли про любимца публики Виктора Золотова. Честно сказать, до разоблачения Навального я вообще этой фамилии не слышал. Ну вообще, ничем не привлекал внимания этот персонаж. А Навального я так люблю, что когда Золотов вызвал его на драку, мне это показалось смелым мужским поступком. Умным пиар-ходом для малолетней публики, который как раз полно в оппозиции. Как я бываю наивен. Это вообще не про Золотова. Прошло довольно много времени и все, что мы знаем о Золотове за это время, это то, что он стремительно теряет влияние сторонников и адекватность. Даже поговаривают о серии кратковременных запоев целого главы Росгвардии. И вот на днях было опубликовано интервью Виктора Золотова газете «Московский комсомолец». И он опять наболтал лишнего. Как вы его заработали и когда? Это журналист спрашивает про имущество Золотова. Очень просто. Я в свое время занимался бизнесом. Уже 18 лет бизнесом занимается мой зять и 13 лет работает в бизнесе сын. Более того, этот субъект спрашивает на какие деньги учится мой внук в Англии. Мой внук действительно учится в Англии, а его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь. Через три года он вернется и я уверен, что будет хорошим экономистом. Но это просто анекдот. Его даже не спрашивают, где находится его внук и чем он занимается. Он сам это рассказывает. Казалось бы, вернется же внук. Ну что тут такого? Он же не говорит, что отправил его гражданство британское получать. Напротив, его воспитывают патриотом. Просто он получает широкое такое образование, может быть более качественное. Я вам поясню, друзья. Для всех сотрудников Росгвардии существует особый, строгий визовый режим. Они могут посещать только 13 стран, таких как Узбекистан, Китай, Абхазия, Киргизия, Армения, Вьетнам. Очень ограниченный список. Вот на экране он перед вами. И никак не Англия, никакая Западная Европа, не Америка. Очевидно, руководство понимает под словами военно-политическая обстановка и угрозу таких происшествий, как, например, провокация с отравлением в Солсбери. То есть все понимают, что должностные лица легко на Западе могут попасть в какую-то передрягу. И что же вы думаете? Собственного внука Золотов, глава Росгвардии, спокойно туда отправляет. Вот всем подчиненным нельзя, а моему, моему, моей кровинушке можно. Вот, кстати, этот внук. Как Золотов вообще смотрит в глаза сослуживцам, которым туда нельзя? Как он аргументирует запрет для всех остальных? Они что, люди второго сорта? Да что тут говорить? Это настоящее позорище. Ну а теперь наш герой Кожемяка. То, что я сейчас покажу, вообще не очень удивительно, если учесть, какие у нас бравые правоохранители. Я, кстати, очень уважаю и полицию, и ФСБ, и ФСО. У меня есть знакомые из всех этих структур, и я не скажу про них плохого. Но все они работают на низших должностях. А вот истории о покупке хороших должностей, я уверен, вы все слышали. И недаром это явление называется коррупция, что в переводе значит разложение. Эти взятки ставят во главу несостоятельных людей, из-за которых система в целом разваливается, не может нормально работать. Ну так вот, сегодня Кожемяка встретился с Путиным, впервые после выборов. Путин сказал интересные слова, которые многие сочли намеком на имеющийся на Кожемяку компромат. И исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это самое главное. У всех у вас разный жизненный опыт, разный административный опыт. Кто-то, вот как Олег Николаевич, начинал как слесарь-сантехник свою трудовую деятельность, кто-то как врач, кто-то как юрист. Но сейчас вам нужно мобилизовать все то, чем вы располагаете, все то, что накоплено за годы вашей работы, жизни, жизненный опыт и производственный, опыт общественной деятельности, что очень важно. Но если это намек на компромат, то зачем было назначать его губернатором? Ну конечно же, его выбрали, ага, почти без помощи Кремля. А компромата хоть отбавляй. Не дожидаясь встречи с Путиным, Кожемяка встречался с другими интересными людьми. Как вам вот эта фотка? Вот Кожемяка на пробежке. А кто это рядом с ним? Ну конечно же, я расскажу. Это бывший глава администрации Владивостока, известный главарь ОПГ по кличке Винни-Пух, фамилия Николаев. Информация не секретная, даже на Википедии есть. А фотка свеженькая. Длительная борьба силовиков за чистку региона, очень криминального региона, завершилась тем, что Кожемяка демонстрирует свою лояльность преступному сообществу Приморья. Бастрикин, председатель Следственного комитета РФ, даже приказал достать уголовное дело Олега Кана, крабового короля Дальнего Востока, из архива. Под Каном на островах Сахалинской области ходят половины чиновников и прочих депутатов. Также с бандитской частью корейской диаспоры тесно связан и новый губернатор Олег Кожемяка. Очевидно, Кремль назначил губернатором стоящего человека. Он там всех знает, и такую мафию, и сякую со всеми наладит контакт. Главное, чтобы не знал мафии московской, которая умеет пальцы ломать. А то как же я буду вам видео делать? А на этом у меня все. Высказывайтесь, как вам откровение Золотова, как вам успехи Кожемяка и как слова Путина о нем. Ставьте лайки, делитесь в социальных сетях. Именно вы можете продвинуть информацию и распространить правду. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...